Уважаемые подписчики, зрители канала, любители и ценители хорошей музыки, всем грандиозный меломанский привет. Очередное видео о некоторых экземплярах из моей музыкальной коллекции под порядковым номером 61. И начну я его с большой и искренней благодарности в адрес уважаемых зрителей и подписчиков, которые принимают участие в жизни и развитии канала. Друзья мои, спасибо вам от души и, как всегда, не голословен. Дай вам Бог здоровья, дорогие мои. Хороший коньяк никому никогда не вредил. А вот теперь начну с пятничных радостей. Lover of Life, Singer of Songs. Сборник соло-хитов Фредди Меркури выпущен 4 сентября 2006 года во всем мире и 21 ноября 2006 года в США. За три дня до 15-й годовщины его гибели. Несмотря на то, что все песни уже выходили ранее на других альбомах, это издание получило огромное признание. Выпущенное к 60-летию легендарного фронтмена Куин на лейбле EMI, это издание собрало два десятка треков из сольной карьеры гениального музыканта, включая вырезки из двух его официальных сольных релизов 85-го года «Мистер Бэтгай» и «Барселона» 88-го года выпуска. Если попробовать абстрагироваться от моей безмерной любви к Куин и каждому музыканту группы, то нужно отметить, что как сборник лучших вещей в варианте видео данное издание получилось весьма удачным, если не сказать больше. Наверное, это все, что можно было бы пожелать от обзора неотносящегося Куин, от обзора сольного творчества Фредди Меркури. Хорошая компиляция, которая подчеркивает разнообразие сольных работ великого вокалиста. Кроме того, издание включает документальный фильм «Нерассказанная история», а также последнее интервью с Фредди Меркури. Если про мое личное восприятие от этого издания, это краткая история в некотором смысле подведения итогов и, может быть, даже празднования музыки, созданной этим человеком, невероятно высокое качество которой будет повторяться снова и снова, и это невозможно отрицать. В этом отношении «Liver of Life» является достойным дополнением к наследию Фредди Меркури. «Liver of Life» Артур, чаще всего говорят просто «Арт», «Арт Блейке», знаменитый джазовый барабайщик, основатель ансамбля «Джаз Мессенджерс», и его альбом, альбом 1959 года, называется «Альбом Монин». Первоначально пластинка называлась просто «Арт Блейке» и «Джаз Мессенджерс», но мгновенная популярность блюзово-вступительного трека «Монин» привела к тому, что она стала известна именно под этим названием. Еще это был первый альбом Арта Блейке для Blue Note за несколько лет, после периода записи на нескольких разных лейблах, и ознаменован как не только «Возвращение домой», но и как «Новый старт». Альбом считается одним из типичных хард-боб альбомов той эпохи, благодаря интенсивности игры Арта Блейке на барабанах и творчеству Ли Моргана и остальных участников группы, а также сочетанию старомодных влияний госпела и блюза с утонченной чувствительностью современного джаза для того времени. Джазовый критик Скотт Янов назвал альбом одной из 17 основных записей хард-боба. «All Music» дает альбому пятизвездочный отзыв, заявляя, «Монин» включает в себя некоторые из величайших произведений Арта Блейке, спродюсированных в студии с, возможно, его самой лучшей группой». В моем понимании, этого альбома достаточно, чтобы кто-то, не особо знакомый с джазом, в одночасье стал его радикальным фанатом. Ну хорошо, пусть не так масштабно, но как минимум поклонникам этого альбома. В нем есть все. Фейерверки отличного по драйву рок альбома и вся музыкальность плотного, динамичного фанка. В любом случае, если хотите познакомиться и подружиться с джазом, этот альбом идеальный для этого начала. Здесь трудно выбрать любимую номера, но Арт Блейке, конечно, шикарно, потрясающе, невероятно играет на барабанах. Али Морган ровно так же на трубе. Обязательно отмечу Бенни Голсона за саксофон, особенно за заглавный трек, где его саксофон звучит очень свежо и с придыханием, и местами совсем не похоже на саксофон. Сыро, но при этом абсолютно органично. И знаете, друзья мои, я думаю, что многие величайшие барабанщики современности в юные годы вдохновлялись и так или иначе учились у великих мастеров прошлого. И в том числе у Арта Блейки. Продолжу джазовую тему вот этой пластинкой. Очень, должно сказать, мной любимой. 17 сентября 2009 года вышел альбом Ники Парат «Fly me to the moon». Альбом всемирно известной джазовой исполнительницы из Австралии. Еще более мощная и эмоциональная игра на контрабасе. Еще более красивый вокал. Альбом изумительный в своей простоте, красоте и настроении. Казалось бы, что сделать альбом, состоящий из джазовых стандартов, вариант беспроигрышный. И, наверное, так оно и есть. Но тут важно, как это сделать. И эта настоящая чувственность, даже сексуальность, которая проистекает из аранжировок, щедрого использования тенор и баритон, саксофону и подачи Ники Парат, это убойная смесь. Вообще, предель джазового стандарта в том, что практически любая из этих мелодий универсальный конструктор. Из которого можно собрать что угодно. Балладу, басанову, веселый свинг. Список можете продолжить самостоятельно. И Ники Парат из этих известнейших мелодий извлекает новую, доселе невиданную откровенность. Казалось бы, это невозможно, но это так. И в этом вся прелесть этой пластины. Известнейшая, культовая, заглавная песня «Fly me to the moon» по официальной информации имеет более 300 версий исполнения. Как можно придумать что-то новое? Ну, Ники Парат это получилось с невероятной, ошеломляющей легкостью. Что же касается и остальных номеров этого альбома. Песни Джорджа Гершвина, Эдит Пиаф, Ирвинга Берглина, Джона Мерсера, Генри Манчини, Стива Вандера. 56 минут потрясающей своей красоте и эмоциональности музыки. Рекомендую настояние. Если меня спросят, жив ли хард-рок в его классическом понимании в 21 веке, я отвечу. Классический хард-рок не просто жив. Он живее всех живых. И не только благодаря бессмертному наследию из 70-х. 17 сентября 2012 года в Великобритании был выпущен третий сольный альбом группы Rival Sons Hit Down. Касаемо оценок от профессиональных критиков. Издание Wouter International. Rival Sons снова попали в поле нашего зрения со своим новым альбомом Hit Down. И несмотря на название, он показывает, что группа движется только вверх. BBC похвалил группу за их мастерство исполнения блюза и хард-рока 60-х и 70-х годов. Музыку, напоминающую Led Zeppelin, Deep Purple и The Doors, заявив, что альбом отдает дань уважения полувековому классическому року с благоговением, почтением и осознанием того, что эта музыка все еще существует прямо сейчас. По моим ощущениям, Hit Down мог быть записан в любой момент за последние 40 или даже 50 лет. Музыка альбома звучит по-деловому и настолько напористо, насколько это нужно, чтобы отнести это именно к хард-року. Да, эти музыканты во многом черпают свое вдохновение от великих Led Zeppelin, в частности. Изрядная порция классических рок-рифов, вдохновленных Джимми Пейджем, вокала в стиле Роберта Планта имеет место быть. И это уже не просто подражание, это современное воплощение тех самых, самых великих. Не обошлось и без прогрессивных наклонностей, и психоделики. В общем, все как мы любим. Альбом острый, по-хорошему агрессивный, ненаглядно доказывает, что Rival Sons делают то, что у них получается очень хорошо, и классический хард-рок однозначно же. Следует сразу сказать, что звучание коллектива осталось прежним, винтажным, грязноватым, и, конечно же, рок-н-ролльным. Можно сказать, что именно так должна звучать настоящая рок-группа. Но поскольку Rival Sons не отошли от своих канонов, то мы можем продолжать слышать немалое количество отсылов к древнему английскому року. Rival Sons без труда за счет своего звучания создают иллюзию первой половины 70-х годов. Без них или без им подобных в музыкальном мире 21-го века не хватило бы главного правильной и крепкой музыки. И без таких, как Rival Sons, мы бы в современном мире жили не так ярко, как могли бы. Live in Columbia концертное исполнение симфонического проекта Алана Парселса, выпущенное на двойном CD, тройном виниле и DVD 27 мая 2016 года на лейбле Ear Music. Гений звукоинженерной мысли, взявшую в руки гитару, поехал по миру с концертом. Один из них в такой экзотической стране для рок-концерта, как Колумбия, и был записан 31 августа 2013 года. Музыка Алана Парселса, его проект, его группа, а теперь его симфонический проект, это всегда интересно. Его альбомы 70-х годов являются признанными шедеврами, несмотря на то, что со временем он стал гораздо более коммерческим и пробовал себя в жанрах, которые, по моему скромному мнению, не всегда соответствовали его стилю, я все равно всегда находил что-то интересное в любом его альбоме. Несмотря на то, что Эрика Улфсона увы, с нами уже нет, а Эндрю Пауэл больше не работали с Аланом Парселсом, добавление живого оркестра и хора к гастролирующей группе, а также некоторые необычные методы записи, микширования и мастеринга делают этот альбом обязательным, не только для преданных фанатов творчества маэстро. Все варианты издания и Блю-рей, и ДВД, и СИД версия, и Лонгплей версия хороши абсолютно. Все вернулось в полную силу. Не знаю, чего больше не хватало раньше, то ли оркестрового обрамления для музыки, то ли музыки для исполнения оркестром, но должен признаться, местами мурашки бегают. Этот альбом необходимо слушать просто для того, чтобы напомнить себе, каким грандиозным был оригинальный проект Алана Парселса в 70-е и 80-е годы прошлого века. Позволю себе уделить некоторое внимание истории. Все началось с того, что летом 1974 года в буфете лондонской студии звукозаписи Эбби Роуд встретились Адан Парсенс и Эрик Вулсон. Адан Парсенс был звукорежиссером, продюсером и композитором, работавшим на Эбби Роуд. К тому времени он уже создал себе имя и репутацию благодаря работе с Полом Маккартни и Эппин Флойд. Известный фактор был звукорежиссером альбома Эппин Флойд The Dark Side of the Moon и помощником звукорежиссера альбома Битлз Эбби Роуд. А вот композитор, поэт и пианист Эрик Вулсон в течение 60-х годов написал немало композиций, входивших в репертуар таких исполнителей, как Марьяна Фэйтфул, Джо Дассензе, Тремелос. Кроме того, он пробовал свои силы в менеджменте в сфере музыкальной индустрии, в частности в проекте Карла Данглса «Кунг-фу файтинг». А на Эбби Роуд Эрик Вулсон попал в качестве сессионного пианиста. Адон Парсенс предложил ему стать менеджером своих звукорежиссерских проектов, на что последний охотно согласился. Вместе они работали с группами Пайлот, Копни Рэббл, Амброзия, Изэхоллес, а также с Джоном Марлзом, Стивом Харли, Эллом Стюартом. Как студийный проект «The Alan Parsons Project» образовался в 1975 году, когда Эрик Вулсон показал свои наброски концептуального музыкального альбома, навеянного творчеством Эдгара По. Материал понравился Аллану Парсенсу, тем более, что он сам был поклонником мистической прозы Эдгара По. Было решено попробовать записать альбом. Эрик Вулсон предложил разделить сферы контроля. В обязанности Аллана Парсенса уходило продюсирование, создание концепции альбома и предварительное видение музыки, ее аранжировка и запись, а также частично композиторская функция. А Эрик Вулсон брал на себя функции основного композитора и автора текстов и все, что касалось непосредственного исполнения музыки. Почему решил про это рассказать? Без Эрика Вулсона, который всегда оставался немного в тени, не случилось бы той замечательной музыки, которую мы знаем под именем The Alan Парсенс Проза. А возвращаясь к упомянутому изданию, концерт шикарный. Воскресенье юбилей симфоническим оркестром. Где купил? На платформе Планета.ру в рамках коронфаннил проекта. Ждал долго, полгода точно, если не больше, но дождался. Кстати, если кому-то интересно, совсем скоро планируется выход в свет фотокниги под названием «Еще осталось много». Это будет полное собрание стихов Алексея Романова, иллюстрированное самыми удачными снимками с концертов за последние 10 лет. Обещано высочайшее качество фотографий, личный отбор Алексея Романова, твердый переплет, в твердом переплете издавался пока только сборник стихов Алексея Романова в 2015 году. Это же издание полноформатная фотокнига в твердом переплете 100 разворотов, ну или по-другому 200 страниц. Издание фотокниги приурочено к 44-летию группы и начало нового концертного тура под названием «Мастера и ангела». А по поводу вот этого издания за всю свою немаленькую историю существования группа играла симфоническим оркестром всего один раз в один из своих юбилей. Но так сложилось, что юбилейный концерт симфоническим оркестром не вышел ни на CD, ни на DVD. К счастью, время пришло. Концерт был крайне интересным. Например, в некоторых песнях звучало две партии барабанов. На одной установке играл Алексей Коробков, на второй Андрей Кобзон. Солировали на шевелите Алексей Романов и Андрей Сапунов. Партию баса исполнил Дима Леонтьев. И все это под аккомпанемент оркестра Академии имени Маймонида за дирижерским пультом Владимир Герн. Концерт был записан. Его планировалось издать на CD и DVD еще в 2009 году. В крайнем случае в 2010 году. Однако релиз по ряду причин так и не состоялся. Но группа не отказывалась от идеи издания и в полном соответствии с песней «Не торопясь», никуда не торопилась. В 2022 году была объявлена краудфандинг-компания, в рамках которой было собрано без малого 3 миллиона рублей. За истекшие 13 лет многое изменилось. Выйдя альбом сразу, скорее всего, он бы воспринимался как одна из юбилейных концертных записей группы. А вот теперь он выглядит как, наверное, главный концерт в биографии «Воскресенье». Одновременно это и сборник лучших вещей, и юбилейный концерт, и концерт с оркестром, да еще и в расширенном составе. Поклонникам классического русского рока будет приятно переслушать любимые песни в обновленных аранжировках и в живом звучании. Что я могу добавить к рассказу об этом альбоме? Буду краток. Качество записи отличное, музыкальный материал оценивать смысла не вижу, песни знакомые с юности, да еще в такой подаче, это на самом деле просто потрясающе. Приобретением доволен очень. А на сегодня все, друзья мои, всем добра, всем хорошего звука, хорошей музыки и всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. музыкальный